Данное видео содержит сложный прикол. Я не несу никакой ответственности за последствия. Впрочем, никого это не остановит. Шрек. Давайте посмотрим на его лицо. Вы тоже это видите? На его лице один зелёный и один белый цвет. Что будет, если смешать белый с зелёным? Правильно. Зелёный. Растения бывают зелёными. Растения растут и дети тоже растут. Но дети не зелёные. Дети Шрека зелёные. Значит ли это, что дети Шрека не дети? Или что обычные дети не дети? А может Шрек сам растение, у которого дети или псевдо дети растения? Сейчас мы узнаем ответ. У детей Шрека есть глаза, уши и рот. У Шрека тоже есть глаза, уши и рот. Вы не замечали, как дети Шрека похожи на Шрека? Вам не кажется, что это совпадение подозрительное? Давайте посмотрим внимательно на Шрека и его детей. Воу-воу-воу-воу. Кажется, я раскрыл тайну Шрека. Если поставить детей Шрека друг на друга, то они берут точно ростом с Хованского. А знаете, на кого похож Хованским? Вы правы. На Фиону Женю Шрека, которая мать детей Шрека. Как всё это связано с иллюминатами? Давайте выясним. Шрек это же не Сеона, которая родила Шрек. У детей Шрека, которые зелёные как Шрек, у которого дети растения и рождённые Хованским, который похож на жену Шрека, то есть Кека, а не правильный Шрека. Потому что у Кека нет Шрека, у которого дети Шрека не зелёные. То есть получается, что они всегда зелёные как и символ иллюминатов. Шрек в смысле Кека нет, ну короче подтверждённый иллюминат. Подождите, вы это видели? Знаете, что это может озвучить? Продолжение следует...